Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Продолжаем изучать Тору. Сегодня у нас называется День Исрухак. Это Исрухак. Не знаю, почему откуда слово Исру взялось. Но это... Вчера закончился праздник, да. Вчера закончился праздник. Это был... Даже позавчера можно сказать, закончился праздник. А сегодня, да, уже начались такие будничные дни. Будничные дни. Начинаем двигаться к следующему празднику. Какой у нас следующий праздник, кто знает? Следующий праздник у нас будет Шавовот. И мы точно знаем, сколько до него осталось дней. До него осталось 41 день. Сегодня 8 день. Вот Сферата умер. То есть мы после Песоха начинаем считать 49 дней, 7 недель до дарования Тора. И получается вообще очень отличная такая система. То есть мы вышли из Едимта, вышли из своих ограничений. И сейчас 49 дней работаем над своими качествами. Над своими качествами каждый день улучшаем себе какое-то качество. И главное качество, которое мы в себе улучшаем, обратите внимание, это системность. То есть мы считаем каждый день. Причем мы считаем дни. Вот сегодня неделя и один день. И плюс мы считаем недели. То есть это вот самое главное качество, которое есть у человека, без которого невозможно построить неуспешную жизнь, неуспешную семью, неуспешную карьеру. Ничего нельзя построить, если у тебя нет системности, если у тебя нет цедра, порядка, если у тебя нет цели, планы, какие-то системы достижения, правила достижения. Вот я даже сегодня думал, думаю, вот я занимаюсь, основная моя профессия это коучинг, да, помощь людям ставить и достигать цели. И получается, что вот обычно коучи, они работают, ну обычные коучи, да, они задают вопросы, они очень много дают человеку люфта, да, такого, вот сам решай, что будет. Есть такие психологи, хочу и буду делать то, что ты хочешь, вообще слово вот это хочу. Но я вам скажу, что без рамок, без вот этого седера, без порядка, без правил, правильных правил, то все вот эти хочу, они гарантированно приводят человека к хаосу, к столкновению интересов, к психозам, неврозам и конфликтам. Потому что полагаться просто на свое хочу, это глупо, невозможно полагаться на свое хочу и достигать системных результатов. Должна быть система, должны быть правила, поэтому мы изучаем Тору, мы изучаем Тору и это правило, это правило, по которому можно построить не просто хорошую жизнь здесь, а можно построить, мы изучаем книгу небеса на земле. Небеса на земле, это как построить небеса здесь, в этом мире. И, значит, главная цель, конечно, Торы, это получить вечную жизнь, получить вечную жизнь и вечную близость ко Всевышнему. Это такая главная глобальная цель, которая достигается с помощью Торы. Торы это системно, абсолютно прямо от момента пробуждения до момента засыпания, от первого дня недели сегодня, первый день недели, потом второй день недели, третий день недели, четвертый, пятый, шестой, шаббат. И шаббат есть всегда, вот как ты не крути, всегда есть шаббат. И дальше, сейчас восьмой день умера после Песоха, значит, восьмой день посчитали, потом будет семь недель, потом будет, оп, шаву, вот, день дарования Торы. Какой это был день дарования Торы, кто знает, три тысячи триста тридцать четвертый год подряд мы празднуем вот этот день дарования Торы. Все понятно, все системно. Теперь, значит, мы изучаем правила. И вот сегодня, например, мы изучаем, продолжаем изучать, в принципе, ничего в нашей жизни не поменялось. Сегодня 24 апреля, 23 Ниссана, и, значит, восьмой день умера, и мы изучаем книгу «Айом-йом», значит, «Сегодня день». Эта книга, которую составила Любавич Стиреба, все очень понятно, четко, «Айом-йом», «Сегодня день». Вот, вот есть, причем глобально есть только этот день, есть только «Айом», только сегодня, да, навредите, «Йом» это день, «Айом» это сегодняшний день. И вот в сегодняшний день он говорит, обратите внимание, во-первых, что сегодня восьмой день мы считаем, да, вспомните и помните об этом весь сегодняшний день, что сегодня восьмой день. Второе, значит, это последнее вот идет после Песоха уже, да, семь дней было Песоха, и вот восьмой день мы переходим на такой день. И он говорит, смотрите, Песах, это переводится само слово, Пасах это перепрыгнул, это скачок. То есть в этот Песах глобально можно было сделать, если захотеть, можно было сделать духовный такой скачок, прорыв в духовном развитии. Для этого нужно было просто захотеть, принять решение. И именно духовная сила, вот эта творческая сила Всевышнего, она как раз в это время, она очень нам помогает сделать духовный прорыв. Теперь получается, что главный мотив Песаха, который у нас был, это свобода, свобода от ограничений, от ограничений своих привычек, от ограничений какой-то то, что мы называем реальностью, то, что мы называем правила свои какие-то. Тогда у каждого человека есть свои какие-то ограничивающие моменты, кроме Торы. Тора, она тоже нас ограничивает, но Тора, это ограничения не наши, Тора это ограничения Всевышнего, в которые, если ты в них входишь в эти ограничения, то открывается огромная сила. Это как берут речку, ее сжимают, 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 сжимают плотинами, оп, и она идет, эта река через гидроэлектростанцию крутит турбину, и получается электричество. То же самое, ограничения Торы, они нужны именно для того, чтобы вырабатывать вот эту духовную энергию, которая называется святость. Как, значит, мы оп, сжимаем себя, это не едим, это там не делаем, в шаббат не работаем, тут мы сдержались, не сказали, что нара, тут то, тут это, оп, и мы все время себя так, этими ограничениями вырабатываем вот эту духовную святость. И потом, во время молитвы, взлетаем, соединяемся со Всевышним. Так он говорит, Любач Теральба, после праздника мы снова падаем в материальность этого мира. Действительно, мы приехали, неделю мы были, праздновали Песох с общиной Равина Вышецкого, и это была неделя, вот мы просто были в таком все вместе, там было где-то больше 250 человек, беженцы из Тиева, из Харькова, евреи, которые, религиозные евреи празднуют Песох. И вот как раз, значит, собрались все вместе, неделю были вместе, праздновали Песох, и что? И сейчас вернулись, вернулись в материальный мир. Вернулись мы в этот материальный мир, он говорит, после праздника мы снова падаем в материальность этого мира, и в связи с этим нам дается раскрытие Машеха, для того, чтобы мы могли действовать в материальности. То есть в этом-то и главная тайна Торы, да, то есть ты смотришь, как бы, вот в праздник ты набрался этого духовного света, а потом надо в материальном мире, занимаясь вот этими простыми материальными делами, сохранить вот эту вот главную такую сверхцель, память, то ради чего ты это делаешь? Что все, что мы делаем, мы делаем ради духовного роста. Так оно работает. Теперь дальше. Вторая книга, которую мы изучаем, это «Обретение неба на земле». Значит, здесь приводится отрывок, один из моих тоже любимых отрывков. Вот здесь в Торе несколько таких историй, в Талмуде, в Торе, которые показывают, как работает жизнь. Вот они прям такие квинтэссенция, квинтэссенция какого-то, какой-то грани взаимоотношений со Всевышним. Эта история одна из таких квинтэссенций, которые вот просто я очень ее хорошо помню, много раз рассказывал, но сегодня она как раз есть в этой книге «Обретение неба на земле». Значит, это история о том, как пророк Ишаяу пришел к царю Хистияу и пришел к нему с пророчеством и сказал ему, царь Хистияу заболел, и пришел к нему пророк Ишаяу и ему говорит, «Ты умрешь, — говорит ему, — и не будешь жить». Вот так прямо написано в письменной Торе, в Танахе, написано «Ты умрешь и не будешь жить». Как бы умрешь в этом мире, он был больной уже Хистияу, и не будешь жить в мире грядущем. Значит, тот ему говорит, как это так, говорит ему пророк Хистияу, «Я всю жизнь служил Всевышнему, я всю жизнь вообще, всю свою жизнь, каждую секунду своего времени положил на то, чтобы именно выполнять заповеди, служить Всевышнему». Он, про него известно, что он решил вопрос приближения к Торе кардинально. Он расставил стражников на всех дорогах с мечами и сказал, «Вот вы видите, еврея идет, да? Значит, арестовать и его загнать в бэтметраж. И, значит, из бэтметража, из дома учения никто не выйдет, пока весь не будет, не сдаст экзамен по Торе. Значит, все. И если кто-то, естественно, не соблюдает какие-то заповеди, то, значит, будем с ним очень жестко разговаривать. И в его время весь Израиль учил Тору. То есть все стали религиозными, потому что выхода другого не было. Человек вот больше боится земного царя, чем небесного, к сожалению. И во времена Хисиягу народ был просто все поголовно мудрецитторой, все праведники. Потому что за нарушение любой заповеди была то смертная казнь, то побивание камнями, то палками, то всякими. То есть, такая у него была методология приближения ко Всевышнему. И он, значит, добился, какие были следствия этой методологии, когда есть, это прям исторический факт, ассирийская армия хотела захватить Иерусалим и Израиль. Она дошла до Иерусалима. Иерусалим был очень закрытый такой город, крепость. Значит, и жители Иерусалима говорят, вот же армия стоит, их 180 тысяч человек. А Хисиягу им говорит, царь Хисиягу, он им говорит, ложитесь спать, говорит. Мы свое дело делаем, мы выполняем все заповеди Бога, Бог о нас позаботится. Все, спокойно, ложитесь спать и не переживайте. И они легли спать, и армия, вот эта ассирийская, умерла от эпидемии. Началась какая-то болезнь, и 180 тысяч человек умерли от эпидемии. Вот такой вот факт исторический, факт Истанаха, который был. И вот этот человек, царь Хисиягу, который был такой верующий бесконечно, да, и выполняющий заповеди, он вдруг к нему приходит пророк Ишиягу, ему говорит, ты умрешь и не будешь жить. То есть, мало того, что ты в этом мире умрешь. Он был еще молодой, царь Хисиягу. Но ты еще и потерял долю в грядущем мире. Царь Хисиягу ему говорит, за что? Скажи мне, за что ты, пророк, объясни мне. Он ему говорит, царь Хисиягу, пророк Ишиягу, за то, что ты не выполнил заповедь про урву, плодитесь и размножайтесь. Ты, значит, не выполнил заповедь, которая прямо первая заповедь, когда Бог создал человека, он ему сказал, плодись, размножайся и населяй землю. Значит, это есть заповедь все мужчины и в рейсии. Это почему-то заповедь есть только на мужчинах. Женщина, она хочет размножаться и так, а мужчины, они такие, хочет, не хочет, это ответственность. Поэтому есть заповедь плодиться и размножаться на мужчине. Мужчина должен родить, есть мнение, минимум двух сыновей, есть мнение, что сына и дочку, и у них у каждого должны еще быть дети, чтобы жизнь на земле продолжалась. А царь Хисиягу, он не женился, и детей у него не было. Тогда говорит он этому пророку Ишиягу, он ему говорит, но я же не то, что я не хотел заповедь выполнять, я хотел заповедь выполнять, но у меня было пророчество, да, то есть я, он был такой, тоже у него был святой дух, но это ниже, чем пророчество, оно было. Он говорит, известно же, у меня было, что у меня будут сыновья злодеи, детей злодеи. Я не хотел злодеев в этот мир приводить, поэтому я решил, что чтобы не было зла, я лучше не выполню заповедь, чтобы на втором шаге не нарушить. А ему сказал тогда пророк Ишиягу, он ему говорит, это говорит мир Всевышнего, Всевышний знает, как со своем мире управляться. Ты должен выполнять заповеди, а что дальше будет, это Всевышний решает, не тебе решает. Значит, тогда царь Хисиягу ему говорит, понял, ошибся, бывает, значит, давай тогда, говорит, так, я прямо сейчас понял свою ошибку, я не знал, говорит, бывает, значит, давай отдай мне свою дочку в жены, и может быть твои заслуги и мои заслуги, ты пророк, я царь, они сделают так, что эти сыновья не будут такими злодеями. На что ему пророк Ишиягу, пророк, вот тут написано Исаево на русский переводят, он ему говорит, послушай, говорит, не к зира к зира, вот я долго объяснял, а тут в этой книге написано так, что когда пришел к нему пророк Ишиягу и сказал ему, что на небесах принято решение, по которому он должен умереть, что ему ответил ему царь, он ему, тут пропущено опять же, значит, он ему сказал, дай мне дочку в жены, на что ему ответил пророк Ишиягу, все, постановление вынесено, не к зира к зира на иврите это написано, то есть постановление на небе вынесено, я пророк, ты умрешь и не будешь жить. И вот тут ответ, сказал ему тогда царь Хисиягу, я воспользуюсь заветом моего предка, царя Давида, а какой он давал совет, даже если меч лежит на твоей шее, не переставай просить помощи у Всевышнего, не переставай надеяться на милосердие Всевышнего и просить его помощи. И, значит, как было дело дальше, дальше он сказал ему, останавливай свое пророчество и уходи, это тоже маленькая такая деталь, очень важная, я только через много лет, я эту историю слышал много раз, она очень много разбирается, только вот, может быть, год назад я узнал, почему он ему сказал, что он ему прямо сказал, останавливай свое пророчество и уходи. Он ему сказал, не говори никому про это пророчество, потому что если люди будут знать, что я умру и не буду жить, тогда будет больше уже влияния, что это кзира, что это постановление исполнится. Он ему говорит, все, замолчи. И он начал молиться Всевышнему, чтобы Всевышний его простил. В общем, он молился, в итоге он женился на дочке этого пророка Ишаяу, Ишаяу, потом родился у них два сына, злодеи такие, что не было просто, ну, не было зла, которое они бы не сделали, включая, что сын царя Хисиягу, царь Минаша, потом он был царем Минаша, он убил лично пророка Ишаяу, он своего дедушку убил, представляете, какие внуки вообще были у пророка и у царя праведника. Он, не было зла, которое они бы не сделали, они заставили весь Израиль служить идолам, они были просто, ну, вот, антирелигиозные, против Бога. Насколько царь Хисиягу, он привел всех к Богу, насколько Минаша, он всех уводил от Бога всю свою жизнь. Но потом, значит, какое следствие? Пришла следующая армия захватывать Иерусалим. И, конечно, в таком духовном положении, в котором они были после царя Минаша, они захватили Иерусалим. И когда они захватили Иерусалим и угнали Минаша в рабство, посадили его в тюрьму в Вавилоне, то в тюрьме он, хазар-бетшував, в тюрьме он раскаялся. И он сказал в тюрьме, да, я понял, что против Бога идти, это, ну, это глупо, и вообще все это я неправильно делал. И он раскаялся, его отпустили из тюрьмы, и он вернулся обратно, еще был царем после этого, помню, 30 лет или 20 лет. Ну, то есть очень долго был царем и пытался исправить все то зло, которое он делал, когда он был идолоконником. Теперь здесь, в этой книжке «Обрести небо на каждый день» нам даются, кстати, практически вывод уже из этой истории. Какой здесь вывод дается в этой книге? Существует надежда и существует вера в Бога. И это разные вещи. Надежда остается до тех пор, пока есть хотя бы искорка шанса. Как говорится, утопающий хватается за соломинку. Это надежда. То есть надежда, она все равно до определенной степени. А вера в Бога сохраняется даже тогда, когда надеяться больше не на что. Когда приказ уже подписан, когда уже даже Бог вынес этот приказ. Меч занесен. По законам природы выхода нет. Но тот, кто поставил весь спектакль этот, да, Бог, который всем управляет, он не нуждается в подборках. Ему не нужны никакие советы, законы природы, причинно-следственные связи. То есть вера в Бога, она остается до последнего момента. И вера, она может иногда в последнейший момент спасти. Это очень интересно, когда был такой, вот сейчас я не вспомню, как его фамилия, но наверняка кто-то слышал сейчас из слушателя его фамилию. Был такой человек, который сказал, я, говорит, на лодке один без еды и без воды переплыву океан. Ему все говорят, зачем тебе это надо? Он говорит, смотрите, сколько людей гибнет, просто потому, что когда они падают после кораблекрушения, они думают, что они не выплывут. Он говорит, я докажу всем, я своей жизнью спасу людей. Я докажу, что человек может переплыть океан на лодке без приспособлений разных, без всего. И он, значит, поплыл на лодке и переплыл океан, и доказал всех, что можно пить соленую воду, и все думали, что нельзя пить, что можно там рыбу ловить руками, какие-то водоросли он ел. В общем, он 40 или 50 дней, он был в этой лодке, и все говорили, как, это невозможно, это нереально. Он говорит, вот вам, пожалуйста, это возможно, это реально, и после него сколько людей спаслись. Был такой тоже около ста лет назад. Был рекорд в беде на милю 4 минуты с чем-то. И считалось, что человек не может пробежать милю из 4 минут. Ну, нереально. Потом один пробежал милю из 4 минут, и на следующий год больше ста человек выбежали из 4 минут. То есть это мы сейчас говорим о природных ограничениях, которые человек живет вот в своих ограничениях. Но есть вера, она еще больше, то есть она вне всяких ограничений. Вот, только единственное, что эту веру нужно, конечно, в себе усиливать, воспитывать, но если она есть, то такой человек, конечно, он становится на уровень такой близости к Богу, что, ну, такие люди, конечно, они называются чудотворцы, может, они как-то называются, еще как-то, но такие люди есть, и каждый может таким стать. Каждый может таким стать. Только в это надо поверить. Все, я всем желаю прекрасного дня, желаю всем, чтобы мы верили сильно во Всевышнего, и чтобы Всевышний нам помогал, чтобы, естественно, закончилась война. И вот теперь понятно, что если в это верить, она может закончиться в любой момент. Мы вчера, когда выходили из Песоха, у меня есть товарищ один, он говорит, вот интересно, что за эти два дня. Мы два дня были без телефона, выключенные телефоны. Песох в начале пятницы, последний день Песоха, потом Шаббат. И вот мы были такие отрезанные от информационных всех потоков. И заканчивается вчера Шаббат, и перед Шаббатом там один товарищ, он говорит, вот интересно, что произошло за эти два дня в мире? И мы такие стоим и говорим, от ничего, вот, ну там, ситуация-то война, до могло произойти все, что угодно. Ну вот вообще вариантов может быть тысячи, да, как ситуация разворачивалась. Открыли телефоны, да, произошли какие-то вещи, да, что-то произошло, но вот такого кардинального изменения, к сожалению, там мы все надеемся, я лично верю, надеюсь, что война закончится, вот прям в любой момент она может закончиться. Я верю, что расистские войска должны выйти из Украины, потому что Украина это Украина, и пускай они выйдут из той страны, которая сама может выбирать свой путь, и должна выбирать свой путь. Это страна, которая... Я лично не участвовал никогда в выборах, да, я в принципе в жизни своей в выборах никогда не участвовал. У меня такая моя вера, что без меня разберутся на выборах, да, но выборы есть, есть выборы, и каждая страна имеет право выбирать свой путь, значит, поэтому я за то, чтобы была мир, свобода, честность, справедливый суд, обязательно должен быть честный, справедливый суд, и тогда люди будут жить в мире, в радости и в счастье. И тоже из сегодняшнего урока такой короткий вывод у меня, что вот было два царя, да, был царь Хисияу, да, который был праведник, который весь народ пошел тогда по праведному пути, и был царь Минаша, его же сын, родной сын, который поставил идолов и повел весь народ по идолопоклонству. И мы видим, насколько народ, он пластилин такой в руках власти, насколько власть может влиять на идеологию, что просто если взять простой народ, не пророки, не праведники, а просто люди, вот им говоришь, верить в Бога, они верят в Бога. Говоришь, идолы, они верят в идолов. Это было с пророком, мы сейчас тоже были возле Хайфа, и мы ездили как раз пророка, пещера, пророк Ильяву. Ильяву Анави, пророк, и это известная история, когда там жили жрецы Баала, да, это был такой идолопоклонство, и он вышел к народу и говорит, люди, говорит, до каких пор вы будете на двух стульях сидеть, вы в Бога верите, и в этих, верите идола этого Баала, говорит, давайте, давайте, говорит, определитесь. А люди говорят, а как мы определимся? Он говорит, давай тогда сейчас устраиваем соревнования, пускай эти жрецы Баала приносят жертву своему Баалу, посмотрим, как это будет, и Богу принесем жертву. У них на глазах, и он что сделал, пророк Ильяву, значит, эти 400 жрецов молились, там, кричали, кричали, там, рвали на себе это, чтобы их жертву приняло, а он, пророк Ильяву, смеялся над ними, говорит, кричите громче, ваш идол, там, может, он спит. А потом, значит, он принес жертву, спустился огонь с неба от Всевышнего, забрал эту его жертву, и он потом убил этих 400 еще жрецов, убил, значит, убил. Пророк Ильяву, так что мы отсюда видим? Что мы отсюда видим? Что народ, он пластилин такой, да, и правительство, куда оно его качает, туда народ и идет. И об этом нужно помнить, и знать, так работает этот мир, и для себя лично решать, что не кто-то должен определять ваши взгляды, идеологию, а вы сами должны спокойненько остановиться и решить, вы за Бога, значит, все, Тора, заповеди, добрые дела. Все, всем хорошего дня, хорошей недели, хорошего лета, желаю тоже после Песоха каяцбари, чтобы мы получили Тору, осталось у нас 42 дня до получения Тора. Шавот, праздник Шавот приближается, и всем, кто нуждается в выздоровлении, чтобы выздоровели через молитву, через такую сильную-сильную веру в Бога, чтобы понять, что это как Бог делает чудеса. Все, счастливо, хорошего дня.